мне тут задали такой вопрос а чем опасен дефолт давайте перечислить что хорошего дефолта что плохого действительно может понадобиться значит смотрите начнем с хорошего что хорошего в дефолте ну во-первых скажем так мы можем понулить наши долги словно ли долги государственные то есть грубо говоря если сейчас мы думаем найти эту сумму эту так 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 теперь нет фактически что дефолт с точки зрения государства это еврооблигации просто облигации кредиты государственные батареонеты нечастные по имени платят оформляются и новые ценные бумаги меняется старые на новые бывает заплатят но история знает случаи когда к примеру там все прибыли заплатили 5 процентов заплатили остальные переходы что значит переоформить например в этом году нам надо платить 1 миллиард нет мы в этом году погашаем 1 миллиард долларов при этом остальные 10 переоформляем на 5 лучше на 20 лет вообще как правило длинный срок делает в результате нам не надо в этом году искать 10 миллиард то есть нет давление на х рынок нет давления на золотую резерву вот плюс дефолта то есть и сейчас нам надо нашли 100 миллионов пасили 200 завтра миллиард полтора то здесь не надо вот да плохо но вышли но и мы знаем поэтому буду пожарить на мало то можно даже раскутизировать 2016 17 тогда все три года вас как бы передышки вот положительные эффекты фонда получение передышки чтобы платить по долгам вот это смысл да принципе это плохо для тех кто сейчас владеет нашими подсказать долгами и организации они недовольны по этой причине сорос когда приезжала я так понимаю ша вопрос нет не надо или как так сделать чтобы всем хорошо потом просто причине что действительно вот наша еврооблигация владеет американские фонды получает скрометно платить не будем через пять лет через десять это неприятно хочется сейчас это болезнь на вас по этой причине сложно конечно бывает договориться 98 году удалось договориться там если кто помнит были вгз выпустили к вгз то же самое только конверсионные облигации и срок оплаты то что надо было погашать девяносто восьмом девяносто девятом 2000 мы получили фактически 2002 вот это был действительно технический дефолт это как бы положительная часть и принципе она действительно больше имеет значение государства сразу в ношу ясно это не касается депозитов банковских это не касается кредитов никакое отношение дефолт к это уже дефолт посмотрите у нас это дефолтовский код вообще на дефолт это прицел государства да мы просто не платим но что негативно первых первонаправленно это имидж понимаете как ситуация государство объявило дефолт ближайшие два три четыре года может 23 никто долг не даст ну представьте вы понимаете что если я долгиру структуризировал там на ближайшие десять лет теперь получается значит если вы не платите что я буду готовить болезнь на вопрос то это очень действительно очень сложно привлечь очень фактически тогда даже те которые сейчас обещали там в этом 100 200 500 нет стоп мы уже не даем это что касается государства то есть получить разместить евроублигации получить кредиты будет сложнее причем сложнее тоже ближайшие годы и месяц годы корпораций сейчас на сегодняшний момент если кто-то внимательно смотрел или не смотрел куда бедно но наши компании присо компания берут так званые товарные кредиты валюты за рубежом бывают деньгами берут ну чаще всего материнские структуры финансируют банки плохо но бывает вот примеру там столицкий может немножко валюты дать украинскому после дефолта стоп во первых по ну и странах есть законодательство запрещающее давать деньги ну скажем тем юридическим лицам банкам в той средней был объем дефолт там сразу возникает например если австрийский банк даст нам кредит он должен сто процентов зарезервироваться ну зачем же такой бизнес неинтересно будет проблема даже с таким вещами как аккредити вот сейчас там торгуют спорта кредитив какие-то гарантии зарубежные теперь будет проблема нет на украину зарубежную гарантию давать не буду там дефолт вот эти проблемы в результате что произойдет проблема будет даже больших компаниях профинансировать самые стандартные торговые операции ну ты не раньше знали взяли гарантию поставили купили стоп надо где-то валюту как-то решать договаривать это бартер это конечно крайне негативно может повлиять на саму работу компании по этой причине что больше всего опасно безработица есть компания нет работы нет заказа мне заказа есть нельзя платить по-нормальному стоит и выносит восемь девяносто девятый это был год безработицы когда даже компания вроде большие работали ну нет нет так как бы прижать 2000 что-то что-то начал жевать 2001 начали жать а в 2002 да уже был подъем вот это действительно сработало вот по этой причине если мы объявим дефолт ну первое напрямо работы нет понятно зарплату никто повышать не будет будет долгим по заработной плате а что касается центра не буду расти к сожалению та же ситуация что все равно первых девальвация сработала эффект то есть они будут высчитывать все равно будет какая-то часть продукции завозить но так и будет стоять и вот завозить пересчитывать каждый захочет вернуть тот же доллар так что цены будет поползать курс знаете курс может даже радикально не расти может и расти может и не расти потому что тут уже он так же вырос да действительно дефолт как бы стимулирует девальвацию но он уже может не стимулирует ну у нас может девальвация быть без дефолта это тоже абсолютно реально из дефолта может быть тоже так что про девальвацию меньше всего пожар вот такая вот проблема дефолта то есть дефолт в любом случае это просто надо тогда будет взять набраться терпения и пережить период такой неопределенности который будет измеряться не одним месяцем к сожалению а так в принципе причем не дефолт вероятно дефолта существует это факт ну сами понимаете повышать надо не с миллиардом резервы тем спортом хотя некоторые сейчас говорят что там расширство не знаю пускай не считать все таки всем спортом официальные даты